Привет, друзья! Во втором туре традиция российской сборной радовать меня караканом продолжилась. И Никита Витюгов обыграл Конора О'Доннеля в варианте Хенкина, применив ход слон Д3 в этой позиции. Напомню, что основным считается А3. А после такого, как скажем, как бы его назвать-то, этот ход наивный немножко, после наивного хода слон ведет С5, намного точнее было Конь С6, выманивая коня белок на Ф3. Последовала Ферзь Ж4, висит на Ж7, Ж6 играть плохо, потому что черные поля будут слабые. И после Конь Е7, точный ход Б4, белые обошлись без хода А2, А3. У них Ферзь выскочил на боевую позицию, на самую неприятную. При пешках, сейчас я их помечу желтеньким, Е5 и Е6, когда пешечки стоят друг напротив друга, позиция Ферзя на Ж4 наиболее неприятна для черных. Это мы видим и во французской защите, в основных вариантах, скажем, в системе Винавера, ну и в других дебютах тоже, даже вот в таких, как Миранский вариант, при пешках, при Е5 против пешки Е6, Ферзь на Ж4, это очень неприятно для черных. Конечно, белые брать на Ж7 нет смысла, потому что черные тут получат неплохую игру за пару отданных пешек. Тоже вполне типично для варианта Винавера, Немцовича, не знаю, может быть так правильно называть, Винавера, Немцовича, Ботвинника, Е4, Е6, Д4, Д5, кое-Ц3, слон, Д4. Поэтому белые не бьют, а попытка черных подорвать пешку Б4 и получить под свой контроль поле Ц5, она, конечно, полностью проходит, но после хода Б5 у черных и конь Б8 становится убитым и слон С8 не имеет теперь перспектив на выход, то есть не вступить ему в бой. И что очень важно, черные не могут рокировать, потому что белые просто форсировано ставят мат. Ну, теперь проще всего Ферзь H7 и слон А3. Даже не брать на Ф7. Хорошей защиты от Ферзь H8 мат у черных нет. Такая стандартная комбинация. Поэтому черные сыграли конь G6, тут же в бой побежала пешка H4, H2, H4. И в ответ на F7, F5 белые не бьют на F6, чтобы слон С8 не вышел. То есть черным надо было как-то F6 подорвать, но вот не получается, потому что конь на G6 подвисает в этом случае. А теперь вот эта позиция, я думаю, совершенно безнадежна для черных. В первую очередь, потому что их фигуры ферзевого фланга не способны войти в игру. белые заманивают еще ферзя на королевский фланг, на G4 и оставляют его полностью вне игры. Любое нападение на ферзя и он потерялся. И черные, конечно, тут же бегут на выручку, коня ведут на E4. Уже здесь можно было пойти конь D4, забрать ферзя. Я думаю, что эта позиция тоже у белых выиграна. Но Витюгов решил сыграть еще проще. Ладья F1 угрожает любой отскок коня. После размена белопольного слона выяснилось, что угрожает F2, F3 с выигрышем ферзя всего лишь за фигуру. Если в том варианте, который я вам показал, там у черных за ферзя ладья и слон, то здесь будет только слон. Этого явно мало. Единственный способ спастись от F2 и F3 это G6. И теперь у белых просто матовая атака на королевском фланге. Мощный ход А4 полностью убивает слона C8. То есть у черных еще могли быть иллюзии сыграть где-то А4 слон D7 слон Б5 была надежда. Но теперь эта надежда исчезла. И вторая идея хода А4 в том, чтобы перебросить ладью А1 на королевский фланг. на слон C5 последовала бы ладья B1 и ладья через B3 бы перешла на G3 или H3. Ну, в общем-то после кони в 3 черные сдались и это в общем-то отнюдь не преждевременно. Несмотря на то, что материала поровну, защита от конь G5 конь бьет H7 и конь шаг с вторжением по линии А4 у черных не наблюдается. Нет, не здесь знали, здесь защиты не наблюдается. Дальше. Несколько партий. Так, следующая партия это партия между шахматистами, которых я не знаю. Мигуэль Серхио и Каваретте Нахун. Матч Ангола Гондурас встретилась классическая но у обоих рейтинги выше чем 2200 то есть не самые слабые шахматисты и действительно теоретический вариант разыгран. Черные избрали конь F6 я предпочитаю E7 E6 как это видно из моих роликов. После кони F6 белые поставили слона на F4 и вот после короткой рокировки возникло достаточно типичная для каракана позиция. Белые хотят пойти G2 G4 поэтому поставили коня на E4 черные в ответ пытаются перейти в окончание они хотят пойти F4 ход Fd5 это вовсе не нападение на пешку H5 едва ли ее можно будет безнаказанно взять этот ход сделан с целью поменяться белые пытаются уклониться от размена черные взамен подключают коня через поле D5 была великолепная партия Алексея Сергеевича Дреева на эту тему на тему уклонения белыми от размена ферзей я не помню кого он обыграл какого-то болгарского гроссмейстера по-моему но очень здорово у него в какой-то момент ферзь на H7 ушел и пешки C5 пешка пошла на C5 ладья на C8 как-то белые в той партии забыли король B1 пойти да ферзя загнали на H7 и сыграли C4 в ответ на что Дреев сыграл ладья C8 выяснилось что Cd нельзя играть из-за Cd потом ходом C5 черные вскрыли линию C и замотовали здесь у черных другие идеи они как это обычно бывает в защите каракан они борются за владение пунктом Е4 и это им в итоге почти удалось тоже перешли в окончание ну в общем у черных здесь нет никаких проблем партия длинная вы можете посмотреть самостоятельно я ее оставлю вместе со всеми прикреплю в описании под роликом так идем дальше вот еще несколько партий на тему слон F5 было сыграно так а почему же я ту отдельно оставил а эти объединил сейчас мы эту загадку решим во первых система Петросяна Смыслова была разыграна в одной из партий и черные достаточно уверенно уравняли сыграли E6 мне кажется что в ответ на конь G3 интереснее ход G6 ограничивая коня G3 и готовясь к дальнейшему подрыву C6 C5 но E6 тоже вполне нормальный разумный ход черные получили возникла стандартная позиция с изолированной пешкой у белых и черные успели поставить слона на B7 то что у них нет чернопольного слона никого не волнует эта позиция у них никак не хуже но в дальнейшем белым удалось создать атаку они пожертвовали пешку D4 перекинули ладью на G3 а нет стояли совершенно проигран и сумели победить вот в таком эншпиле без пешки ну это шахматисты тоже фамилии которых мы не знаем а в классической системе были сыграны следующие партии в одной из партий сыграли конь H3 самым простым уравнением здесь считается конь F6 и на коне F4 E5 и вот тэншпиль равный он встречался в партиях Ананда вы можете у кого есть мега датабейс просто поиск по позиции найти сделать найти партии посмотреть ничего сложного нет действительно у черных полноправная игра черные сыграли E6 а но это я вообще не хотел комментировать потому что рейтинги противников ниже 2000 в общем как-то белые получили преимущество двух слонов какой-то странной редакции тем не менее у них огромный перевес ну и партию они выиграли хотя там тоже конечно были приключения играли конь F3 конь F3 ход достаточно коварный на мой взгляд он практически вынуждает ответ конь B7 хотя Василий Михайлович Иванчук я видел играл в этой позиции конь F6 как раз против Ананда и на H4 на H4 конь H5 но это было не на этой олимпиаде это было в каком-то другом турнире не помню в каком многие предпочитают играть конь D7 чтобы на H4 можно было пойти H6 и конь не попадал на E5 белые сыграли здесь слон C4 и в итоге уравнять не смогли хотя черные вот так вот достаточно странно разыграли дебют ход H6 был явно лишним с другой стороны у черных все фигуры стоят совершенно нормально и они начинают борьбу за пункт D4 то есть пытаются подорвать пешку C3 напали теперь после разменов на E5 напали на слона F4 и стоят просто с хорошим перевесом особенно после C4 преимущество двух слонов убитый слон на B3 и в общем-то партию черные умудрились проиграть но вот эта позиция у них очень приличным перевесом основной ход H4 встретился в партии Мигуэль Серхио против Гаваретта Нахуна да Ангола Гондурас а так вот мы ее посмотрели уже и помимо хода конь F3 была партия в которой было сыграно H6 то есть белые прогнали слона и черные не выводят коня на D7 почему ход H5 не точность почему надо пойти конь F3 чтобы надо было пойти вот здесь вместо H5 конь F3 как в партии вот этих из Анголы и Гондураса шахматистов чтобы вынудить коня встать на D7 иначе конь F3 пойдет на E5 станет очень неактивно белые выигрывают какие-то темпы для развития инициативы после же H5 у черных вот в этот момент вот в этот или еще лучше вот в следующий после кони F6 слон D2 черные могли пойти C5 конь с B8 отправится на C6 у черных просто великолепная игра ну и дальше эти шахматисты долго бились и белые в итоге одолели C5 не последовало последовало слон E7 3 0 разносторонние рокировки переход в такой вот тенспиль в котором белые могут накатывать и создавать опасные угрозы королю черных на королевском фланге но проиграли черные не из-за этого из-за грубого зевка так партии значит шахматистов команд Ангулы и Гондураса мы тоже уже посмотрели и пойдем к следующим значит были еще партии какие еще играли в одной из партий на женской олимпиаде между шахматистками Венгрии и по-моему Макао или что это за страна а нет виноват ой извините между Венгрией и Македонией конечно увидел Мако извините это не специально Е6 Д4 вообще очень часто ходят черные кони в 6 чтоб на Д4 можно было взять ДЕ теперь нет взятия ферзем на Е4 если белые не хотят жертвовать пешку Д4 то им надо играть ферзь Е3 здесь же после Е6 Д4 белые смогли взять ферзем на Е4 то есть пешка защищена можно было отойти на А4 тоже очень интересно было и возникла сложная позиция которой у черных я особых проблем не вижу они завершают развитие потом начнут проводить С5 конь на А6 конечно смотрится несколько вычурно идея белых поставить ладью на Б1 тоже является достаточно необычной ну и в сложной борьбе вот критический момент возник здесь мое мнение черным надо было бить ЦД и ориентироваться на атаку пешечного меньшинства а они взяли Еда получилась симметричная позиция которая перешла в совершенно ничейный ниш так идем дальше и еще вот эта позиция встретилась в нескольких партиях атака Панова была только в одной насколько я понимаю партию второго тура играли очень слабые шахматистки тоже в одной рейтинг 1200 вообще у черных но я привожу этот пример чтобы ну смотрят же меня тоже шахматисты разного уровня чтобы понимали что слон f5 в этой позиции ход плохой белые не смогли это доказать они сыграли кони f3 у белых рейтинг где-то 1700 выше чем 1700 сыграли кони f3 и в этой позиции у черных просто шикарная игра то есть сейчас возьмут на c4 без белопольных слонов их королю никто не угрожает пешка d4 легко блокируется на нее можно надавить то есть небольшой плюсик у черных плюс стойкий плюсик но все бы так играли если бы не ферзь b3 висит пешка b7 если ее защищать то теряется пешка d5 а если пойти конь c6 то пешку d4 нельзя брать и за ферзь a4 шаг теряется конь все на этом проход c4 я рассказывать перестаю и в партии георгеску лена зимина ольга это швейцария италия по фамилиям видно такая швейцарская фамилия георгеску лена и зимина ольга тоже чувствуется итальянской итальянская шахматистка кстати очень сильная слон d3 конь c6 c3 ферзь c7 ферзь c7 это вариант который очень успешно играет Алексей Сергеевич Дреев мне нравится и ход ферзь c7 и ход конь f6 который считается более обычным таким то есть у которого история ну намного более длительная после ферзь c7 h3 белые не хотят пускать слона на g4 основной ход конь e2 слон g4 у меня в прошлом году на мемориале Курнойсово была партия последнего тура я обыграл гроссминистра Юрина было конь e2 слон g4 рокировкой e6 ферзь e1 такой популярный ход грозит f3 слон h5 конь f4 с нападением на слона h5 на пешку d5 и если конь f6 то вперед бежит пешка g4 потом размен слонов g5 конь бьет d5 и у белых лишняя пешка но на самом деле черные тут легко решают проблемы простым разменом на e2 и партию мне даже удалось выиграть а после h3 черные могут сыграть e5 могут сыграть и конь f6 и здесь на конь e2 тоже можно сыграть e5 и можно сыграть g6 черные очень уверенно здесь уравняли и более того получили хорошие шансы на перехват инициативы побежали здесь пешкой вперед стандартная атака пешка на меньшинство небольшой минус у этого хода есть ослабло поле c5 на которое при случае может белый конь может быть гибче было король h8 но после b5 правда ольге зиминой удалось в дальнейшем переиграть свою противницу черные вскрыли все линии и красиво сейчас красиво жертвуют коня совершенно то есть почему мы эту партию смотрим до конца потому что здесь черные провели очень неплохую идею в середине игры все расставили по центру все было достаточно понятно логично и объяснений не требовало а потом пожертвовали коня за кучу пешек то есть пока что этих пешек две висит конь теперь три теперь в обжорный ряд зашло две ладьи угрожает ладья биржа 2 у белых никакой игры ладья c1 поэтому белые хотят поменять поменять побольше и здесь простой ладья бьет g2 форсированный вело к следующему белым белым грозит мат на h2 поэтому они обязаны отдавать ферзя ферзя они тут же отыгрывают но четыре пешки причем на разных флангах при более активном короле черных конечно же дают черным несложную победу видимо игравшая черными Ольга Зимина находилась в цитноте и сыграла здесь e5 в результате чего партию даже проиграла после ферзь бьет b5 выяснилось что конь не висит может быть еще можно было сыграть как-нибудь типа а нет и даже ходы типа h7 h6 ведут примерно к тому же что и ход который последовал в партии ферзь e8 и белые переходят в решающее наступление то есть просто выигрывают ферзя и или ставят мах то есть ферзь g6 владя g6 даже и ферзь e8 с лишним ферзем вот таким был интересным у нас второй тур партию видяков от Доннили мы уже посмотрели спасибо за внимание ближайшее время выйдет ролик с третьим туром еще раз смотрите ссылки под этим роликом ну и ставьте там лайки дизлайки с вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин до скорой встречи